Всем привет! Буквально вчера забрала в почты посылку сайта iHerb и спешу поделиться с вами видео обзором. В этот раз стоимость посылки была около 150 долларов. Ждал меня в ней очень приятный сюрприз, о котором сейчас вам и расскажу. Вчера получила посылку, смотрю, какая-то коробочка маленькая, но тяжелая. Пришла домой, не распаковывала, легла спать, устала очень. Сегодня утром встаю, распаковываю, смотрю, внутри даже нет пузырьков с воздуха, она доверху набита баночками. Думаю, что они такую маленькую коробку-то положили, не рассчитали. Буквально все баночки там впритык. Начала распаковывать и нашла две баночки, которые я не заказывала. Я поначалу очень испугалась, что может быть я все-таки перепутала и случайно их заказала. Ну нет, их не оказалось в заказе, но в посылке они пришли. И каково же было мое удивление, когда я прочитала, что это за баночка. Вот первую я увидела вот эту. Я сначала, конечно, не очень придала значение. Называется эта добавка Суперкортизол Суппорт. Я сначала не обратила внимание на название, потом, когда прочитала повнимательнее, я была просто в шоке. Если вы смотрели буквально одно из моих прошлых видео по поводу лечения прыщей, я там говорила о том, что у меня сейчас в связи с выходом на работу постоянный стресс. Из-за этого у меня поднялся уровень кортизола и начались высыпания по коже, в акне неприятные вот эти вот все прыщи. И я вот тут борюсь с этой проблемой. И тут мне приходит, можно сказать, бесплатно эта баночка для поддержки нормального уровня кортизола. Я прям была в шоке. Я думаю, боже, неужели у меня в подписчиках представитель Альхёрк, который решил прислать мне эту баночку, чтобы я наконец-то избавилась от прыщей. Я даже, честно говоря, не знаю, как это объяснить. Не иначе, как это знак свыше. Я обязательно попью эту добавку. Я даже не знала, что на Альхёрк такое существует. Я увидела, я не поняла. Причем стоит она 19 долларов с копейками. И, если честно, я бы, если бы знала, я бы, может быть, даже не заказала. Я подумала, что это какая-то ерунда. Тем более, дорогая. И попробовать ее вот так вдруг не поможет. Тем более, там, почитала сегодня отзывы, они немного противоречивые. В составе здесь очень маленькие дозы витаминов. Некоторых есть витамин С, кальций, магний, хром. Ну, в совсем мелких дозах, поэтому они никакого особого значения иметь не будут на организме, если вот дополнительно они принимать витамины. Но зато здесь комплекс трав, я так поняла, для успокоения нервной системы. По инструкции принимать по одной таблетке 3 раза в день. Но я, наверное, попробую по одной таблетке в день попить, потому что некоторые пишут, что слишком успокаивающий эффект. Хотя, возможно, что у этих людей просто не было проблем с кортизолом. Ну, я начну с одной капсулы. Вдруг у меня тоже проблема не в кортизоле все-таки. Хотя я говорю, что во время беременности я сдавала анализ на гормоны. Именно кортизол у меня был повышенный. Я пила лекарства, которые снижают кортизол, это лексаметазон. На тот момент мне прописывали. Ну, так просто его, конечно, пить нельзя. Вот. Я его тогда пила для сохранения беременности. Ну, а так вот, я думаю, эта травка вполне даст мне какое-то успокоение и уже расслабит, наконец-то, мой стресс, чтобы он от меня ушел. Второй баночкой была баночка железа. Gentle Iron. Я его уже несколько раз заказывала по просьбе девочки, себе ни разу не заказывала. Ну, я подумала, раз та баночка как знак свыше, это, наверное, тоже может быть все-таки сходить проверить уровень гемоглобина в крови, заодно деткам, потому что, ну, не зря же мне iHerb прислал эту баночку. Это мягкое железо, как оно называется. Беглицинат железа, 25 миллиграмм в одной капсуле. Одна капсула в день, это дозировка, суточная дозировка. 180 капсул, то есть это баночка где-то на полгода. Беглицинат, это хилатная форма железа, лучше всего усваивается. Я уже как-то рассказывала историю девочки, что вот она теперь у меня постоянно это железо берет, потому что она пила местные сорбиферы, и в итоге уровень железа только упал в крови. Вот, это очень хорошее железо. Вполне возможно, что я тоже попью железо для профилактики, потому что, ну, не зря же iHerb мне его прислал. Спасибо iHerb, если ты меня смотришь, я тебе очень благодарна за заботу о моем здоровье. Дальше, что еще я заказала? Да, кстати, хочу поделиться. На работе у нас проводили, приезжали представители медицинского центра современного и проводили, как бы, выездное УЗИ с 30-процентной скидкой. Ну, я решила, раз уже приезжают, не надо с работы отпрашиваться, можно пойти тут же на месте, тебе проведут УЗИ. Тем более, я давненько не проходила и записалась на УЗИ щитовидной железы, потому что все-таки гормоны пляшут. Я думаю, может, у меня щитовидка начала барахлить и думаю, надо проверять ее периодически, чтобы там не было узлов. Вот, записалась на УЗИ щитовидной железы и думаю, ну, заодно посмотрю УЗИ внутренних органов, потому что буквально недавно у меня девочка начала говорить, что у меня плохо работает печень, если у меня вот такие высыпания на коже, то есть она исключает возможность гормонального сбоя и связанного с этим трещей. Вот, она говорит, что это печень, надо пить лопух, лопить, забыла, как она второе там сказала, и лецитин. Ну, лецитин я и так пью, а вот как-то травы я эти не пила, хотя у меня сейчас на работе я отнесла, как-то заказывала чьи травяные, там, смотрю Милк Тристалл в составе, в общем, такой печеночный какой-то сбор для, видать, очистки печени. Я думаю, ну, ладно, попью на всякий случай. Ну, и вот, значит, пошла на УЗИ, щитовидка в полном порядке, УЗИ внутренних, внутренних всех органов тоже все, все отлично, все прям, даже почки, которые меня постоянно мучили, они, даже они на УЗИ все отлично, все нормально. Единственное, что на печени нашли небольшую гемангиому. Я сначала испугалась, как бы, гемангиома, зная, что это доброкачественная опухоль, решила почитать, что это такое, и, может быть, действительно она дает этот эффект ухудшения работы печени, но успокоилась, ничего страшного. Гемангиома, это, скорее всего, врожденная, просто она во время моих беременностей могла вырасти за счет того, что повысился уровень эстрогенов. Кому интересно, погуглите эту тему, не буду долго на ней останавливаться, но хочу сказать, в чем, что я хотела сказать этим, что я провела УЗИ. Для чего я его провела? Для того, чтобы посмотреть, как БАДы, все эти мои схемы влияют на мое здоровье. Здоровье отменное, 32 года, то есть проблем у меня никаких нет, и это очень хорошо, потому что у многих людей в 32 года, извините, уже инсульт бывает, и куча, и букет болезней. Поэтому берегите смолоту, начинайте, если вам 25 лет, это отлично. Начинайте уже сейчас заботиться о своем здоровье, пейте БАДы и укрепляйте свое здоровье. Поэтому вот можете на моем примере, потому что УЗИ показало, что у меня все отлично, кроме вот этой гемангиомы, но переживать особо не стоит, это врожденное изменение, это как сгусток капилляров. Вот, заказала мне девочка спирулину и келп. Келп это тоже водоросль, они относятся к суперфудам, к зеленым суперфудам, очень полезно. Спирулину я пью, келп не пила. Келп, я смотрю, здесь составит 150 микрограмм натурального йода в одной капс, в одной таблетке. То есть у кого, кто беспокоится о здоровье щитовидной железы как раз, может попринимать эту добавку, если у вас тем более, если вы знаете, что вы живете в регионе, где содержание йода в воде снижено, то обязательно нужно принимать йоду. На большинстве территорий России есть такая проблема, здесь у нас, по-моему, в регионе такой проблемы нет, но щитовидка, кстати, у многих есть проблема. Вот, поэтому ее нужно периодически проверять, ну и не забывать принимать йод, 150 микрограмм это суточная доза для взрослого человека. Цена это 200 таблеток, 6 долларов 36 центов, поэтому очень неплохая цена, обязательно пейте. Я думаю, это лучше, чем йод искусственный в таблетках, полученный в лаборатории. В смысле, ненатуральный йод. Вот, и спирулина, это органическая, сертифицированная, тоже 1 фудс. У меня вообще сегодня какая-то посылка, полностью практически из Now Foods. Вот, 500 таблеток, 21 доллар. Советую я принимать по 3 таблетки в день вместо 6, начать с одной, постепенно дойти до 3. Если вам кажется мало, продолжайте. Если у вас начнутся расстройства пищеварения, то прекращайте и где-то на пару недель сделайте перерыв, начните опять с одной таблетки и найдите свою нужную дозировку. Потому что недавно девочка у меня спрашивала, что ее там тошнило, что-то от спирулины трясло и так далее. Значит, вы превысили дозировку, либо у вас индивидуальная непереносимость. Поэтому не всем идет спирулина. Мне тоже, она сначала не пошла, вызвала поносы. Я ее бросила на пару недель, потом все-таки стало жалко выкинутых денег. Я начала с одной таблетки, двух, трех и так на трех остановилась. Вот, это хороший суперфуд, обязательно ее принимайте. Она выводит токсины из организма и вообще хорошо влияет на все ваши жизненно важные органы. Дальше, инулин, это, вот здесь написано, прибиотическая поддержка типа кишечника. Вот, инулин, это аналог, я бы сказала, псиллиума. Только получают его из голубой агавы. Его добавляют очень часто в пробиотики, в витамины его я часто вижу. Он является питательной средой для развития вот этих как раз полезных бактерий. Поэтому, если вы принимаете какие-то пробиотики, то обязательно принимайте либо с псиллиумом, либо с инулином. Для того, чтобы эти пробиотики падали, можно сказать, в чернозем и там активно развивались. Потому что, если у вас будет не хватать вот этой растворимой клетчатки, они относятся к растворимым клетчаткам, то эффекта от пробиотиков особого не будет. Мне даже кажется, что если принимать только пробиотики, то есть пребиотики, не путать с пробиотиками, пребиотики, такие как шелуху семян подорожника, инулин, яблочный пектин, то даже можно не принимать пробиотики, то есть полезные бактерии. Потому что у вас собственные полезные бактерии в кишечнике, попадая на эту среду, начнут активно размножаться. А хорошая микрофлора кишечника, это прежде всего хороший иммунитет, это не только защита от простудных заболеваний, это защита от рака, потому что наш иммунитет как раз обезвреживает все эти раковые клетки. Цена этого инулина 7 долларов 63 цента, хорошая цена. И тут дозировка, по-моему, это в порошке, он идет 1 чайная ложка на 81 доза. Ну, неплохой, неплохой, я бы сказала, цена для такого объема. Дальше девочка заказала своему папе глюкозамин с хондроитином, и тут повышенное содержание серы. МСМ это серы, 1500 мг серы. Хорошая добавка для суставов, для локтей, коленей, позвоночника. У кого есть проблемы, у кого есть какие-то боли, обязательно принимаем глюкозамин. Очень выгодная цена, здесь 120 таблеток, но дозировка 3 таблетки в день. Идет, стоит 10 долларов 64 цента одна баночка. То есть на 40 дней такой баночки хватает. И, можно сказать, это трехмесячный, даже больше, четырехмесячный курс лечения заказала она для своего отца. Он, кстати, приезжает, по-моему, с России, она сказала. И вот захотел вот эти вот бады для поддержания суставов. Здесь глюкозамина 1500 мг, серы 1500 мг, хондроитина 200 мг. Здесь, конечно, поменьше хондроитина. Я заказываю глюкозамин с хондроитином другой чуть-чуть, тоже от 21 века, но там идет больше содержание хондроитина и меньше серы. Ну, это типа advanced. Сера тоже очень полезна. Не знаю, может быть, стоит попить такой хондроитин для профилактики, для разнообразия. Дальше. Еще девочка у меня заказала хилат цинка. Цинк очень полезен вообще для нашего организма. И, в частности, при каких-то простудных заболеваниях, можно брызгалки с цинком, я знаю, леденцы с цинком, просто цинк. Он очень хорошо борется именно с простудными заболеваниями. Здесь одна капсула цинка содержит 30 мг. Это 200% суточной дозы. Конечно, лучше не превышать дозировку. 15 мг брать баночки. Здесь цинк, что хорошо, в хилатной форме и цена в 4 доллара 80 центов. Это, конечно, я бы сказала, подарок просто. Дальше. Тоже девочка заказала цитрат магния. 200 мг в одной таблетке. Это где-то нужно 2 таблетки в день во время еды. Магний в цитратной форме лучше усваивается, чем, допустим, оксид магния. Но хуже, чем хилат магния. Но хилат магния достаточно дорогой. Поэтому цитрат магния вполне неплохо справится с задачей, если у вас есть проблемы с нервной системой, с расслаблением. Перед сном принимайте 2 капсулы. Ну, вечером, я бы сказала, хорошо принимать магний, кальций. Вообще добавки лучше принимать вечером. Он будет вам и нормализовать сон, и успокаивать. Коллега по работе у меня вот уже заказала магний в этой посылке. И, правда, его отдала уже. Магний от Rainbow Light вместе с кальцием. Тоже моя любимая добавка. Хотела ее что-то заказать. И в последний момент что-то там мне не хватало места в посылке. 250 таблеток. И цена его 18... 17 долларов 83 цента. Хорошая цена, если посчитать, что на 125 дней хватит. Я думаю, это неплохая цена. Но если вам, конечно, сильно дорого, то есть тоже такой магний, только в порошке. Его тоже надолго хватает. Там буквально нужно пол чайной ложки. Его даже дольше хватает, чем этой баночки. И цена у него 8 долларов 90 центов. Просто этот магний все-таки в капсулах его пить, в таблетках его пить, ну, наверное, меньше проблем. Дальше девочка заказала у меня лицетин от фирмы NowFood. Вот такую большую банку 400 капсул и маленькую 100 капсул. Поддержка нервной системы. Не только нервную систему он поддерживает. Он очень хорошо влияет на печень. Потому что вот этот разрекламированный гипотрин, по-моему, называется он... Все вот эти гепатопротекторы, эссенциали, форты. Вот все они идут на основе лицетина. Даже не основа. Там есть этот лицетин, в котором действующее вещество фосфатидилхолин. То есть это фосфолипиды, которые встраиваются в клетки печени, если вы помните рекламу. Восстанавливают вашу печень, да, омолаживают ее. А о печени обязательно нужно заботиться, потому что она выводит токсины из нашего организма. Регулирует, можно сказать, всю вашу жизненную деятельность. Поэтому мы пьем лицетин ежедневно. Он также необходим для нашего мозга. Из него состоят оболочки наших всех клеток. Поэтому принимаем лицетин. В дозировке в капсулах, конечно, он не очень выгодно получается. Вот эта баночка из 100 капсул стоит 5 долларов, а это 18. То есть здесь 4 раза больше. Она, конечно, выгоднее немножко. Но для того, чтобы восполнить суточную норму лицетина, нужно где-то 5 грамм лицетина в день употреблять. Поэтому я заказываю себе в порошке. Вы, наверное, видели в прошлых моих видео. Не в порошке, а в гранулах. Здесь, кстати, есть пометка, что он не ГМО, но это соевый лицетин. Поэтому мужчинам его нежелательно. Мужчинам необходимо приобретать лицетин из подсолнечника. Он не содержит фитоэстрогены, которые мужчинам явно не нужны. Вот здесь в трех капсулах 3600 миллиграмм, то есть 3,6 грамма лицетина, 540 миллиграмм эфосфатидилхолина. Но это маловато, конечно, потому что где-то 5 грамм нужно. Но я бы рекомендовала, если в капсулах, то хотя бы 5 капсул ежедневно выбивать этого лицетина. Либо перейти на лицетин в гранулах. Там одна чайная ложка, в принципе, покроет суточную норму. Вот. ГМО, не ГМО, я уже об этом говорила. Выбирайте сами. Я беру ГМО, оно дешевле и я не собираюсь больше детей заводить. Поэтому мне как-то то, что ГМО, оно не играет большую роль. Дальше заказала себе Contra Attack от Rainbow Light. Он идет сейчас по скидке за 5 долларов 66 центов. Я уже его столько раз заказывала, у меня уже последняя коробочка заканчивается. Здесь идет в блистерах. Три блистера по 10 таблеток в каждой. Такие желтые таблеточки. Я, кстати, даю их и деткам во время болезни. Младшей еще не даю, потому что таблетки твердые. А старшему даю по половинке таблетки 2 раза в день. Взрослым 2-3 таблетки в день во время простуды. Очень хорошо он помогает. Здесь вот, кстати, в двух таблетках хилат цинка, смотрю, есть 10 миллиграмм. Витамин С 240 миллиграмм. И разная смесь разных трав, которые помогают вашему иммунитету бороться с простудой. Хочу сказать, отлично эта добавка действует. Именно во время простуды поднимает иммунитет и болезнь уходит. Даже не замечаешь, в общем, что ты... Кажется, вообще я начинал заболевать или это мне показалось. Здесь вот смотрю какие-то грибы в составе. Берберин. Ну, в общем, для иммунитета очень хорошая добавочка. Всем рекомендую. Пока она по сниженной цене, обязательно возьмите впереди простудный. Сезон простуды. Я думаю, она не будет лишней. И вообще негативных последствий от ее приема нет. На желудок нормально ложится. Я только ей сейчас лечу семью во время простуд. Ну, естественно, колострум. Это даже не обсуждается для профилактики ежедневно по одной капсуле деткам. Взрослым я не даю колострум. Берегу его для детей. Вот. На время простуд по две капсулы колострума в день тоже выпиваем. Если вдруг что-то начинается. И хочу сказать, у нас не было с мужем. Вот чтобы у нас там прям температура, заболел, пошел на больничный. Давно уже такого не было. Вот сколько мы пьем добавку в это время простуд у нас. Ничего не случается. Так. Акционная паста зубная. Перио Брайт от фирмы Натуре Сансе. Так интересно. Значит, с коэнзимом Q10 и фолиевой кислотой. Это, наверное, чтобы... Почистил зубы заодно и бат попринимал. И QQ10 и фолиевую кислоту. Не знаю, честно говоря, для чего они добавлены в зубную пасту. Первый раз вижу. Вот. Здесь обещают нам морозную мяту. Но что-то я попробовала, как бы, у меня-то не слишком. Но зато подходит для детей от двух лет. Что очень хорошо. Плюс натуральный состав. И цена в один доллар по акции очень даже неплохо. Она такая коричневая. Мне это не очень нравится. Потому что бывает, что эти коричневые пасты делают серыми зубные щетки. Это не очень красиво и эстетично. Но зато не забываешь менять каждые три месяца зубную щетку. А то и чаще. Полная цена этой пасты 4 доллара 54 цента. Я не знаю, стоит она того или не стоит. За один доллар почему бы не попробовать. Вот. Еще не пробовала и чистить. Поэтому ничего особо не могу сказать. Просто интересно, зачем Q10 и сохранить молодость ваших зубов. И фолиевая кислота. Это для беременных, наверное, зубная паста. Кстати, девочки, которые ждут видео о подготовке к беременности. Извините. Будет оно. И просто нужно немножко подождать. У меня времени катастрофически не хватает. Вот. И заказала вот такой бальзам. Это даже не бальзам, а шиммер. То есть бальзам с цветом. Цвет называется сумерки. Заказываю его, кстати, второй раз. И что самое интересное. Я вот недавно перечитала к нему отзывы девочек. И пару отзывов там. Ну, прям как будто я писала. То есть вот эта вот как раз помада, это то, по которой скучаешь, если ее у тебя нет. У меня еще та не закончилась, но я уже эту заказала. Потому что вот как раз она идеально подходит для дневного макияжа. Тут нет вызывающего взгляда, вызывающего вида. Взгляды вокруг на тебя не падают, что у тебя там губы как у матрешки. Вот. Вот такой вот цвет. Нет. Но на губах он смотрится вообще естественно. Я бы сказала, придает какую-то естественную сексуальность вашим губам. И не видно, что вы накрашены. И в то же время очень у вас такой соблазнительный вид. Как уже сказала, для дневного макияжа это вообще супер. Тем более, если кто работает в офисе, там особо не накрасишься ярко. И это вообще идеально. Плюс не раздражает губы. Нет вот этого. Не скатывается. Ну, вид вообще отличный. Плюс натуральный состав очень хорошо. И цена меньше трех долларов, я думаю, вообще отлично. Ну, плюс дает небольшой оттенок. Очень ей пользуюсь. То есть, конечно, у нее вид не очень презентабельный. Такой пластмассовый, дешевый. Но помадка отличная. Мне очень понравилась она. Поэтому заказала второй раз. Ношу ее в сумочке и на работе подкрашиваю губы исключительно ею. Все. На этом все. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Каждые две недели получаю новые посылочки. Снимаю видео обзоры. Все-таки, наверное, будет скоро видео обзор по подготовке к беременности и родам. И вообще, я думаю, о женском здоровье поговорим. Все. Всем спасибо за внимание. Ищите меня в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте. Будем там с вами общаться. Многие девочки так и делают. Консультируются. Я консультирую бесплатно. Не беру за это деньги. Мне это просто нравится. Общаться с людьми. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok